Добрый вечер. Пару слов по игре. Игра получилась довольно тяжелая, потому что все-таки играли с фаворитом нашего дивизиона, командой БГУ. На данный момент пока у них нету проигрышей. В игре мы не ставили каких-то определенных задач, потому что все-таки у нас турнирное положение такое, что мы не проходим ни в стыковые. И хотели дать бой, хотели сыграть по-мужски, хотели дать понять, что наше турнирное положение совсем не отображается качеством и способностями нашими. Вот. Полторы четверти получилось то, что мы запланировали перед игрой. Хотели сдержать обязательно защитников, потому что тройка защитников довольно сильная у них. Это Янович, Копанский, ну и, естественно, Новицкий. Вот. Я считаю, что вначале с задачей справились, но немножко у нас, естественно, не хватило расточка. Все-таки высокие у БГУ довольно свежие ребята, молодые. И, ну, действовали на подборе и в нападении в защите довольно эффективно. Нам пришлось отдать немало сил за обладение мяча на подборе. В общем, сложная игра, но, в принципе, мы результатом довольны. Задача была не выпустить из 10 очков, но вот последняя трешка немножко сорвала наши планы. Вот. Ну, я считаю, что игра получилась мужская. Это можно сказать по счету и... Ну, так как я удален был. Вот. Но я считаю, что несколько моментов в суде пропустили. Я не буду сетовать то, что мы там, ну, из-за этого поиграли, но, я считаю, момента три железных ребята пропустили. Ну, последняя игра, не знаю. Ты вот так прям объемно рассказал. И вообще, похоже, что у вас, ну, как я вижу, нету тренера. И у вас был Пеньковский Андрей, его нету на играх. И кто вообще в раздевалке руководит? Кто является лидером команды? Ну, как такового лидера нет. Нет, все, как я и говорил, что мы решаем сообща. Ну, я иногда беру право, так как я все-таки, ну, самый старший в команде. Вот. И все-таки имею тренерское образование. Я тренер-педагог по специальности, тренер по баскетболу. Вот. Так что, как бы... Ну, все равно, все наши решения, все наши комбинации сугубо согласовываются полностью командой. С ПСЖ мы остались. Игры уже против, ну, не самых соперников. На эти игры настраиваетесь как? Мы настраиваемся, как и на все остальные игры. Показать наш лучший уровень, показать нашу лучшую игру, раскрыть наш потенциал. Как бы, я еще раз подчеркиваю, мы только сыгрываемся. Вот. Я думаю, что даже сегодняшняя игра показывает, что мы довольно крепкий орешек для любой команды, для лидеров. И я считаю, что этот сезон был такой, скажем так, пробный, прокат такой. Я думаю, что мы сделаем определенные выводы, возможно, некоторые перитурбации внутри клуба. И на следующий сезон, я думаю, мы будем подготовлены гораздо лучше. Добрый вечер, ребята. Добрый. Как игра? Пару слов. Ну, игра получилась тяжелая. В основном из-за того, что мы не забивали свои броски. В защите отработали более-менее нормально. Можно в некоторых местах даже очень хорошо. Но должны были больше выигрывать и больше забивать. Как думаешь, почему не получалось забивать? Возможно, на разминке как-то не дорабатывали, еще что. Броски были все свободными, но почему-то не забивали. У вас сейчас вот играл две игры подряд, ваш новый центровой, Захаров. Да. Почему он не играл до этого и как тебе играл он на данный момент? Ну, он был заявлен с самого старта сезона, как вы знаете. Почему играл, не могу сказать точно. Но по игре он очень такой защитник хороший, в нападении помогает, на подборах ходит. Как у вас вообще с тренировками, как играете, что нарабатываете? Какие-то, может, у вас есть секретные приемщики? Ну, нарабатываем стандартные комбинации наши. В защите нарабатываем игру. Плюс ко всему тренировки каждый день почти что. Но не каждый получается приходить в связи с учебой, работали еще что-то. Выиграли All The Same. Скоро игра с Кротом. Какие цели, какие там задачи ставите, что тренер говорит вообще? Ну, будем играть, а там будем смотреть, как получится. Добрый день. Добрый вечер. Как игра? Пару слов. Это очень тяжело, потому что приехал состав всего 5 человек. Мы играли без замен всю игру. И две четверти, и один из лидеров команды, Максим Лепешкин, на четырех фоллах сидел. Поэтому было очень тяжело, как бы все болит. Но довольны, что вырвали. Считаю, что победа волевая, потому что соперник не слабый. Но мы довольны игрой. Все получилось. Почему же вторую игру подряд у вас состав 5-6 человек? Ну, в этот раз, на самом деле, два человека очень заболели. Один неделю на уколах был. Второй, как бы, тоже, ну, за температуру, там, 39 температура, поэтому он поехать никак не мог. Ну, и двоих человек вызвали просто, ну, буквально вот срочно на работу. Поэтому поехали в пятером. Какие, вот, получается, у вас сейчас задачи были в этой игре? В этой игре у нас, в первую очередь, задача была доиграть пятером до конца. То есть, никому не нафалиться, никому не сломаться. Мы выполнили. И, в первую очередь, конечно же, выиграть. Ехали с хорошим настроем сюда, как бы. Ну, в пятером, так в пятером. Давайте рвать в пятером. Как это получилось? То, что Норд играет очень жестко. И как вы с этим пытались справиться? А мы с этим не пытались справиться. Мы под это подстраивались, чтобы они фалили, фалили и фалили. Поэтому у нас это получилось. Ребята, один человек у них, у них состав, там, 10 человек приехало. Один человек сел за пять фолов. И человека три еще с четырьмя играли. Я считаю, что это хороший результат у нас. Нашей игры, в первую очередь. Чего не хватило, может, чего не получилось для более уверенной победы? Ну, вот, кроме отсутствия игроков. Ну, не хватило сил, в первую очередь. Только сил? Да. Именно сил. И, ну, где-то точности, где-то чуть-чуть более, более какие-то вот тонкие моменты, там, филигранные, там, передачи где-то. Что-то не все получилось, то, что, как бы, получается обычно. Ну, мы все равно довольны. Кого бы ты отметил в команде соперников? Ну, ребят маленькие, хорошие. Как бы все бросающие. Ну, и ребята под кольцом, я не помню, как, Якуби фамилия, да, который сел за пять фолов. Ну, ребята и толкаются под кольцом, и комбинации какие-то играют. В принципе, вся команда такая, ну, достойная, и ребята играют сыгранно, интересно. А вот будет в Гомеле НБЛ? Будете участвовать? Обязательно. Удачи вам. Добрый день. Привет. Почти получилось, чего не хватило? Не хватило нам защиты и сыгранности. Поэтому, поэтому и проиграли. Много пропускали, они быстрее нас. И вот, я думаю, из-за этого. Вот, с таким сильным соперником, как думаешь, у тебя получилось сегодня проявить себя? Я даже не знаю. По-моему, не очень. Защиту отыграл плохо, много намазал. Вот ты пришел по ходу сезона, и как тебе в этой команде? Какие вот, ну, как тренер, как сами игроки? Команда в целом хорошая. Единственное, что видно, что ребята раньше не играли и не занимались. Не хватает им немного понимания игры. Ну, это все у них придет. Хорошая атмосфера в команде. Интересный тренер. В целом, хорошо. У вас в начале несколько было таких легких травм. Что сейчас с ребятами? Какие, что с ними вообще? В этой игре то, что, ну как, ну вроде все живы. И мне в глаз дали. Вот Максиму тоже досталось. Ну, ничего, хорошая игра. Ну, просто жесткая, настоящая мужская игра. Что бы пожелал своему капитану в его день рождения? Ой, что пожелать? Здоровья. Вечер добрый. С первого, с победой. Спасибо. Можешь пару слов о игре? Сегодня мы играли, наконец-то, как, хоть и 6 человек, как обычно, но все же, как команда, единое целое. И я думаю, что в том, что мы сегодня победили, сыграла моральная поддержка Паша. Паша нас собрал перед игрой, сказал материчь слова. И мы немножко разозрились и выиграли. Что получилось, что не получилось? Ну, мы немножечко третью, по-моему, четверть слили. Начали хорошо. Ну, вот Андрей 4 фола получил быстро. Ну, в принципе, броски все до больших половины у нас пошли. Не получилось, наверное, немножко комбинации не доделали. Но так, в целом, я доволен игрой. У тебя вот плечи в царапинах. И много борьбы сегодня было. Как ты с этим справлялся? Я, в принципе, привык. Я в своем городе постоянно играю, скажем так, с мужиками, которые массивнее меня намного. Да и против сильного соперника всегда мотивирующий играть. И приятно, особенно, когда ты выиграешь его. Вот у вас сарабилка получает... Ну, каждую игру очень быстро фолы набирает, в общем. И как вам с этим приходится справляться по ходу игры? Ну, вся нагрузка на меня идет, потому что у нас только два больших, в принципе. Но, не знаю, для парней это... Они начинают по всей площадке бегать. Моя вся нижняя зона... Ну, Андрей немножко вспыльчивый. Ну, это игра, баскетбол, все мы такие. Надо научиться сдерживать себя. Сегодня Маланка тоже поддержала первую победу. У вас скорость... Да, скорость с ними игра. И как думаешь, кто из вас победит? Ну, у Маланки много хороших игроков. Массивнее нас. Да и у них, по-моему, где-то 12 человек, да. Больше? Больше. Ну, на шесть. Ну, первая победа, наверное, сыграет свою роль. И мы настроимся, так же, как и сегодня. И, надеюсь, будем... Выдадим хороший баскетбол. Добрый день. Добрый. Неплохо сыграли. Что получилось, что не получилось? Не получился подбор, не получился комбинационный баскетбол. Получился Дима Игнатович сегодня. Ну, то есть, в предыдущие, наверное, игр 5, он вообще не мог попасть ни одной трешки. Сегодня у него полетело. Пришла весна, он стал выходить на улицу, стал раскидываться. Ну, вот и все, как бы, наша ставка на него сыграла. Кого бы мог еще отметить из вашей команды, кроме стартовых игроков? Кроме стартовых, Вова Зинкевич сегодня вновь отличился, с чем его и поздравляем. Молодец, старается, работает над собой, удача ему в будущем. Из команды соперника кого бы отметил? Кого бы отметил? Я, честно, не наблюдаю ни за кем из команды соперника, никогда. А в этой игре? В этой тоже ни за кем не наблюдаю. Ну, в целом, как команда нормальная. Играли в комбинационный баскетбол, что понравилось со стороны. В принципе, выиграли на классе все. Что с вашим центровым? Какие новости? Да, передаю привет Павлу Кановичу. У него тяжелая травма, повреждены связки и мениск. Ну, желаем ему выздоровления. Ну, и примерно через... Ну, к стыковым матчам подойдет он или нет? Нет, все однозначно уже. А когда они, кстати? Я не знаю просто. Попозже. Сразу после конца, да? Нет, он не успеет. У него еще недели полторы гипс, а потом длительное восстановление. Как будете с этим справляться? На самом деле, сложно, потому что это единственный высокий в нашей команде. Ну, будем все стягиваться на подбор. Единственный вариант. Больше нет. Удачи, all the same. Спасибо. Добрый день. Как? Вообще, пару слов о игре. Ну, игра хорошая, понравилась игра. Единственное, что обидно проиграли, в принципе. Ну, а так, хорошо побегали, хорошо поиграли. Все довольны. Что не получилось? Выиграть. А что это? Какой компонент не получилось? Ну, в защите вообще, попадание из-под кольца, вообще отсутствие первой половины. То есть, забивать 8 очков за полуигры, ну, и надеяться на победу. Ну, а так, в принципе, во второй четверти больше побежали. Ой, во второй половине больше побежали. Ребята подсели. Ну, насколько сил хватило, настолько мы попытались их догнать. Но в отсутствие, у нас скамейка маленькая очень. И поэтому силенки закончились, и они опять нас дожали. Как будете исправлять проблемы со скамейкой? Да никак, в принципе. Не на следующий сезон? На следующий сезон у нас, в принципе, есть люди. Там много по здоровью, кто отказался, подлечились. Как будешь проблему со скамейкой исправлять? Никак. На следующий сезон люди подлечатся у нас, в принципе, которые в этом году отказались. Ну, 8 человек точно не будет на скамейке. Можешь кого-то отметить из команды соперника? Ну, у них вообще, как бы, они хорошо мячик разбрасывали. Команда такая сплоченная, в принципе, тяжелая, не особо бегущая. Но они за счет опыта, может, своего просто спокойно остановились, разбрасывали мяч. Ну, 23 номер у них в основном, вообще из него игра строилась. Но по прошлым играм, то есть, если он у него не идет, бросок начинает взрываться. То есть, на это можно было сыграть. Ну, сегодня 50 на 50. У него летел, он не летел. Он видел, что у него не идет, он заигрывал партнер. Спасибо, удачи. Добрый день. Неплохо сыграли. Что получилось, что не получилось? Пару слов. Ну, немножко провалились в конце, я думаю, по защите. Парни переделали немножко, больше стали зоной. Ну, как бы все обычно лично играют. Мы привыкли, что лично играют. Но немножко стали зоной. Ну, треху свою попали, в основном нормальная. Ну, хотелось бы больше и самому попасть в эти трех очков. Но надо поработать над этим. У вас, получается, Резниченко начал на скамейке, а прошла игру в старте из-за чего так? Ну, это была специальная обойма такая. Надо немножко менять что-то в команде и надо, как-то, я не знаю, делать замены, чтобы систематически запутать игрока. Вот после поражения прошлого, какие мысли в команде? У тебя какие мысли? Ну, вообще, в основном просто даже сам начал на тренировки ходить. Это первое. Вот. Ну, а так, по большому счету, просто анализировали немного. В поездке, в дороге, конечно, проиграли. Не такой команде, которой, ну, можно было проиграть. Ну, парни молодцы, их тоже, конечно, поздравляют. Ну, а факт в том, что проанализировали, игроков немножко поменяли. Ну, подъехали немножко другие игроки, которые должны были тоже подъехать тогда, но не получилось у них. У вас остались важнейшие игры. Как на эти игры будете настраиваться? Ну, я думаю, боем все будут игры. Я думаю, мы так просто не сдадимся. Надо экраны расширять уже. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Как вообще игра? Как победили? Пару слов. Очень хорошее настроение. Отличная игра. Был достойный соперник. Большие ребята были очень крутые. Мне очень понравились. Хорошая игра. Очень хорошее настроение. Может, вы что-то добавите? Нет. С первой победой, наконец-то, мы этого дождались. Задача на сезон минимум выполнена. Но еще есть две игры. Будем стараться выиграть тоже. Как оцениваете, ну, свою игру? Каждый лично. Вот как ты оцениваешь? Я оцениваю свою игру, ну, если по десятибальной шкале, то, наверное, на пятерочку. Потому что я набрал очень много фолов. Четыре фола. Меня почти посадили на всю игру. С этим надо что-то делать. Надо работать над собой. Это не очень хороший показатель. И оценить себя положительно я не могу. Ну, на пятерочку из десяти, не более того. Аналогично. Вся команда на пять баллов. Не, из-под кольца много не забивали. Лично я не забил один раз. Очень обидно. Ну, я думаю, можно и лучше. Это не предел. Поэтому будем стремиться улучшать свою игру. И дальше посмотрим, как будет. У вас, получается, осталось, как ты сказал, еще несколько игр. Как на них будете, на что делать ставку? На победу. На какой компонент? Ну, в тотализаторе на победу я уже поставил. На чью только, да? Ну, будем стараться выиграть. Не знаю, посмотрим. Будем играть, как и играем. Будем надеяться, что забьем свои броски. Главное, чтобы из-под кольца забивали простые мячи. Ну, а трехи как полетят. Знаете, вот такая идея появилась, что... Ну, вот у нас есть Гомельская и Могилевский отдел. Не хотела бы какая-нибудь минская команда поучаствовать в другом городе в подобных соревнованиях? Ну, наверное, было проблематично многим ездить далековато. Ну, пока нам и Минска, я думаю, хватит. На следующий сезон уже есть какой-то план? Цели какие-то, может, поставили уже? Ну, это надо спрашивать у нашего менеджера. Две победы на следующий год. Менеджер лучше знает, он не раскрывает всех секретов. А тренер? Вот можете позвать молодого человека, он все знает. Поверните камеру на 180. Иди сюда, вот этот человек все знает. Пару слов о тренера. Какие планы, цели? На этот сезон или дальше? На этот и дальше. На этот сезон осталось две игры еще. Я думаю, что мы попробуем их выиграть. И будем формировать, скажем так, крепкую, мощную команду на следующий сезон. Чтобы побороться за выход в третий дивизион уже. И будет у нас еще дополнительная команда, где будем собирать еще, скажем так, скажем так. Фарм-клуб. Фарм-клуб такой будет у нас, да, который будет продолжать играть в том же духе, как, в принципе, не в проигрышах, да, а просто будет играть для себя, как любителя. Вот, пока так. Вот, там, в принципе, как бы получаться. Вы, вот, как тренер, довольны своей командой? В общем плане, да. Есть моменты, над которыми, конечно, надо поработать, да, то есть, как бы, в нападении, в защите, немножко расхлябанно, размазанно, да. То есть, но в общем плане, в принципе, не может не радовать первая победа в сезоне, но все-таки, как бы, как никак, да, плюс таким хорошим отрывом. Вот, в общем, нормально, довольны. То есть, из того, что это было с начала сезона, это самое, наверное, такое достойное выступление за все это время. Так вот.